МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телерадиокомпания «Кунгур» совместно с магазином «Мировой инструмент» и компанией «Стройпанелькомплект» представляют информационную программу «Город новостей». Здравствуйте, это «Город новостей» в студии Марины Есенецкая. События жизни города в материалах наших корреспондентов сегодня в выпуске. Несъедобные обеды. Как будто горелые, невкусные. Прежние были лучше. Почему ученики 12-й школы отказываются питаться в школьной столовой? Старость в подвале. Мне никто не предложил, а я не догадаюсь. Вот. Возможно ли улучшить жилищные условия ветерана войны и труда? Инвалидов будет меньше. Завершено расследование уголовного дела в отношении врача медико-социальной экспертизы. На днях дело передано в суд. Далее обо всем с подробностями. В выдвижении конструкции нового моста через Рень идет полным ходом. Сегодня мост был надвинут на 11 метров. Процесс работы облегчил графит, которым были обработаны рельсы. По словам рабочих, это делается для уменьшения трения. До того, как мост коснется противоположного берега реки, остается еще 70 метров. Если работа продолжится в том же темпе, этот этап строительства моста будет закончен уже через неделю. Подгорелый плов, черствый хлеб и каша комками. Так выглядит традиционный обед в 12-й школе. Дети от такой еды отказываются, педагоги и родители возмущаются, а подрядчик предпочитает отмалчиваться. Как вернуть в школу съедобные обеды, выяснял Денис Алферов. Как будто горелые, невкусные. Прежние были лучше. Еда для ребенка должна быть полезной, а главное вкусной. Пища, которую предлагают ученикам 12-й школы, не обладает ни первым, ни вторым качеством. Мы обнаружили, что у нас плов пахнет гарью, мясо пригорелое, не плов, а каша, которая непригодна к пище. Дети не питаются, голодные. Это недопустимо. Ребенок должен питаться и принимать здоровую пищу. Качеством еды обеспокоены медики, школьная администрация и родители. Все переживают, что дети остаются голодными. Со сменой, я так поняла, предпринимателя, который кормит, изменилось питание. К сожалению, не в лучшую сторону. Во-первых, дети приходят домой голодные, они не едят. На вопрос, почему, они говорят, невкусно. Причины, по которым сложилась такая ситуация, мы решили выяснить у представителя организации, которая занимается поставкой продуктов питания и приготовлением еды в школьной столовой. В комментарии нам было отказано. Вы не снимайте, пожалуйста. Дети – это наше все. И вырастет ли нынешнее поколение здоровым, во многом зависит от правильного питания. На родительском собрании было принято единогласное решение о том, что компанию, организующую школьное питание, нужно менять. Надо смотреть, как прописано в договоре основание для распоряжения. Если есть основание, как неисполнение договорных условий, конкретных, каких-то и четких, и прописан порядок, то надо будет действовать в этом порядке. Если ничего не прописано, то надо будет тогда действовать на основании закона. Проблемой школы номер 12 юристы займутся уже на следующей неделе. Пока же, вероятно, ученикам и педагогам придется потуже затянуть пояса. Денис Салферов, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Подвальная жизнь ветерана. Ветеран войны и труда Мария Ложкина живет в неблагоустроенной квартире, которая требует ремонта. За водой женщине приходится ходить на колонку. Мария Васильевна не жалуется, но в душе давно мечтает о новом жилье. Возможно ли осуществление мечты, выясняла Дарья Гребнева. Дом рассчитан на несколько семей. Здесь почти подвально помещений живет эта маленькая, хрупкая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, Мария Васильевна Ложкина. Родилась она в селе Волино, в 19 лет ушла в армию. О, мерзли мы как, мучили зиму, зиму-то промучились. Нас вот в Смоленск отправили, не в самый Смоленск, а в Ярцево, в городе, наподобие Кунгура. В три военных года Мария служила в охране железнодорожных путей и тоннелей от посягательств врага. С особой бережностью хранит награды и воспоминания о военном и послевоенном прошлом. Эту модель вручили в День Победы в память 30-летия. Победу встретила под Москвой. После войны предпочла родному селу Кунгуру. Работала в госпитале, потом на мажзаводе. Теперь коротая дни в тесном подвальном помещении дома по улице Гагарина. Здесь же живет ее сын, две кошки и целое сообщество насекомых. Низкие потолки, отваливающаяся штукатурка и пол, который в буквальном смысле ходит ходуном. Вот именно в таких условиях приходится жить ветерану Великой Отечественной войны. В России действует федеральная программа по обеспечению жильем ветеранов войны. Поэтому возникает вопрос, почему Мария Ложкина до сих пор не получила новую жилплощадь. Все дело в незнании. А почему вам квартиру не дает? Вы же ветеран. А я не знаю. Мне никто не предложил, а я не догадаюсь. Вот. Только и всего. Тетя Маша человек старой закалки. Не привыкла жаловаться. Поэтому и без дела не сидит. Хоть и зрение уже подводит, она продолжает читать и заниматься рукоделием. А еще таит в душе надежду на новоселье. Квартиру, думаю, я не поменяла. Поменяла. Только дежанную. Не то, чтобы только выстрелили. Кто-то жил уже в ней. Вот. Вот такую. Управление Минсоцразвития объяснили, что Мария Васильевна не входит в перечень лиц, которые государство обязалось обеспечить новым жильем. Она – труженик тыла. Но все же специалисты выразили готовность разобраться в ситуации. Для разрешения сложившейся ситуации Положкиной Марии Васильевны буквально завтра мы выйдем к ней на дом с тем, чтобы установить обстоятельства обращения и вообще существующие обстоятельства и проживания, условия проживания, и право на меры социальной поддержки. Все это мы выясним. Побываем еще раз у Марии Васильевны и мы. Дарья Гребнева, Денис Алферов, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». На кунгурских дорогах должны появиться оборудованные по всем правилам пешеходные переходы. Так постановила городская прокуратура. Совместно с ГИБДД было установлено, что некоторые пешеходные переходы не имеют специально предусмотренного ограждения и искусственного освещения. Все это создает угрозу жизни и здоровью пешеходов. По результатам проверки прокурора в Кунгурский городской суд направлено исковое заявление с требованием в обязании администрации города Кунгура срок до 1 сентября 2013 года устранить данные нарушения, то есть оборудовать ограничивающие пешеходные переходы и искусственное освещение пешеходных переходов. Однако в городском бюджете финансирование этих работ не предусмотрено. Обустройство только одного перехода стоит около 90 тысяч рублей, а и в городе несколько десятков. То решение, которое на сегодняшний день принято, решение суда, оно финансово пока не обеспечено. У нас два варианта. Понимаем, что ввиду отсутствия денежных средств мы вынуждены будем обратиться в суд для того, чтобы осрочить исполнение этого решения, но и по мере поступления денег мы, конечно, это решение будем выполнять. Судя по всему, реконструкция переходов временными рамками не ограничена. Это значит, что точной даты выполнения работы пока нет. Общедомовая петля. Чуть больше полугода назад кунгурьки начали получать квитанции с новой графой. Общедомовые нужды. Это вызвало массу недовольства и возмущений. Причина известна. Общедомовые начисления зачастую в разы превышают личное потребление. С каждым днем коммунальное напряжение растет. Есть ли решение проблемы? Попыталась выяснить Дарья Гребнева. Пенсионерка Тамара Викторовна живет в доме по улице Свобода, 12. По личным приборам учета в месяц она тратит куб воды. Старается экономить. А вот по общедомовым начислениям ей прибавляют еще больше двух. За семь месяцев работы 354-го постановления правительства она переплатила уже больше тысячи. Людмила Васильевна тоже в недоумении. Ее начисление за ОДН копеечное, 20 рублей. Но даже эта сумма ставит женщину в тупик. В доме 4 квартиры. Общедомовой счетчик проходит через каждую. Утечки нет. Но начисления все равно делают. Вот за что вот они начисляют? У нас общедомовых нужд нету. Крышу мы не моем. У меня вот счетчик на вводе идет все через счетчик. Почему вторые-то деньги я должна платить? Тамара Викторовна в прошлом экономист. Она тщательно изучила 354-е постановление правительства. Постановление рекомендует введенное понятие. Если есть услуга, но у нас услуги нет. Почему мы должны пользоваться общедомовыми расходами, когда нам никаких услуг не оказывают? Вопрос риторический. Но ясно одно. Ситуация не сдвинется с мертвой точки до тех пор, пока правительство не примет решение установить нормы начисления за ОДН. Дарья Гребнева, Вячеслав Алексеев, Галина Креплипцева, телекомпания «Кунгур». Продолжение темы общедомовых нужд смотрите завтра в программе «Открытый диалог». Собеседником Марата Борисова будет глава «Кунгура» Роман Кокшаров. Начало в 19 часов. Далее блок рекламы, а после вы увидите. Нахожусь возле одного из тепловых колодцев нашего города. Горячий источник или бесхозяйственность? Отчего даже в морозы крышка люка не замерзает? Рубрика «Мелочи жизни». Инвалидов будет меньше. Завершено расследование уголовного дела в отношении врача медико-социальной экспертизы. На днях дело передано в суд. Дело для души и для дохода. Выгодны ли для бизнеса сферы потребительских услуг? Рубрика «Сработало». Восточный экспресс-банк поздравляет с наступлением весны и объявляет распродажу кредитов по специальной цене с 11 по 17 марта. Выбрали все лучшее, сделали еще выгоднее. Новая рассрочка по сниженным ценам. В корпорации «Центр» забирай бытовую электронику на 28 месяцев. Получай супер-скидку 10%. Взнос еще доступнее. Рассрочка еще дешевле. Успей оформить в марте. Такого еще не было. Мировой хит-продаж «Тойота Королла» со скидкой до 30 тысяч рублей. «Тойота Центр» при Камье. Пермь шоссе космонавтов 306. Не хватает слов? Купите торт. Кондитерская «Саша» удивит красивыми, яркими, вкусными десертами. Необычные оригинальные торты и пирожные к любому празднику. Мы находимся на территории трикотажной фабрики за Агатом и в районе черемушек за магазином «Семья». Кондитерская «Саша» на вершине кондитерского искусства. В магазине «Мировой инструмент» еще ниже цены. Еще больше ассортимент. Садовая техника и электроинструмент ведущих брендов мира – «Штиль», «Хитачи», «Бош», «Макита», «Фиолен». Такдрелюдарная с перфоратором, реверсом и регулятором оборотов всего за 880 рублей. Мировой инструмент. Стройпанель-комплект предлагает квартиры строящимся в 10-этажном жилом доме по улице Барановская-Крупская район вокзала. Полная строительная отделка, благоустроенная придомовая территория с детской площадкой. В заключившем договор до 31 марта скидка 5%. Купи квартиру своей мечты. Телефон в Перми 342-217-93-03. Вы смотрите «Город новостей». Продолжим выпуск. В нижней части города есть колодец, который не покрывается снегом при любой погоде, даже если на улице минус 30. В причинах аномалий разбирался Марат Борисов в эфире «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Теперь срок изготовления – 3-4 дня. Знаете, кто только не пытается напакостить на улицах нашего города. Свою руку прикладывают и уличные художники, но также, к примеру, те люди, которые расклеивают вот такие объявления. Дело в том, что место для этого объявления явно не предназначено. Это, конечно, непорядки. Что-то надо как-то нашим депутатам смотреть маленько или как-то. По большому счету депутаты к этому отношения не имеют. В нашем городе есть специальный инспектор, который отвечает за состояние улиц. И вот, что я вам скажу. К примеру, цирк. Мы точно видим число. То есть мы знаем тех людей, ради кого были приклеены эти объявления. А значит, за мелочи-то можно оштрафовать. Ужасная картина царит в нижней части нашего города. Дело в том, что у жителей близлежащих домов нет центральной канализации, нет выгребной ямы. Местом слива становится вот этот единственный туалет. Нужно, чтобы чистили. Никто не чистит. Не в туалет сходить, ничего невозможно. Конечно, можно еще заглянуть внутрь. Но картина, мягко говоря, не для слабонервных. И так понятно, что мелочь эта ужасная. Нахожусь возле одного из тепловых колодцев нашего города. Обратите внимание, из-за того, что эта плита неплотная его закрывает, из колодца идет пар. В таком виде колодец лет пять. Особо много ума для того, чтобы решить пусть эту и мелочную проблему не нужно. Как видите, есть специальные крепления. Благодаря крану плиту можно сдвинуть и проблемы не будет. А рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Натяжные потолки любых размеров и цветов от 350 рублей. Семь лет за взятки. Такое наказание грозит главному фигуранту дела о поддельной инвалидности. Врачу-неврологу медико-социальной экспертизы. Уголовное дело было возбуждено год назад, 22 марта. На днях оно передано городскому прокурору и направлено в суд. Врач-невролог Дьякова обвиняется в совершении пяти преступлений. Из них два получения взятки за незаконные действия. Один состав – простая взятка. И еще два – подделка документов. В целом, незаконным путем Дьякова получила 45 тысяч рублей. Дьякова уже получила деньги, изготовила подложенные документы. Она является причем неврологом и по своей специальности. Несла их на подпись руководителю. Он доверял ей полностью, подписал они эти документы. И таким образом получили незаконную инвалидность у людей. Дьякова свою вину полностью признала. В отношении других фигурантов будет возбуждено еще не менее 10 уголовных дел. Предстоит решать вопрос по лжеинвалидам, которые незаконно получили выплаты, бюджетные места в вузах и освобождение от армии. Интересно и то, что в 2011 году в Кунгуре было зарегистрировано 2300 инвалидов, а после возбуждения уголовного дела их количество уменьшилось на 700 человек. Это люди, которые попросту не явились за справками об инвалидности. Нефтяники провели традиционные зимние учения. На этот раз они прошли в районе деревни Веслянка. Наша съемочная группа побывала в эпицентре событий. Репортаж Татьяны Андреевой. Поступила информация об военном разливе нефти с попаданием в район деревни Веслянка. Откачка остановлена. Уже с первых минут после получения известия о возможности экологической катастрофы укомплектованная разведывательная группа нефтяников отправилась к ближайшему водоему. Откачка нефти на аварийном участке была остановлена сразу. Однако, по легенде учений, часть нефтепродуктов все-таки попала в реку. Ликвидировать эти последствия, чтобы предотвратить более серьезное, нужно быстро и качественно. За ходом работ следит самый опытный сотрудник ЦДНГ-10 Арсен Юсупов. На его счету это уже 29-е учение. 14 ликвидаторов аварии, вооружившись пилами, делают специальную кривую прорубь с двумя отсеками и большим карманом, чтобы нефть не смогла разлиться по течению дальше. Избавиться от 70-сантиметрового льда оказалось непросто, даже для руководителя звена разведки с 20-летним стажем. Под льдом обнаружилось полено, значит, на него застряли. Пришлось, значит, два раза больше пилеть. В середине оказался двойной лед, видимо, этот с пустотой. И шины наши не хватало, значит, больше метра было. Но справились, уложились. Специальная прорубь готова. Теперь к работе приступает второе звено по технической поддержке. Ему необходимо установить вгоновое заграждение, щиты для предотвращения ухода нефтяного пятна вниз по реке. Ставим вгоны, образуется карман, так и подготавливаем для спуска туда нефтесборщика, собираем нефть на поверхность в мобильный резервуар и далее вывозим уже технологический сбор на университет. На ликвидацию последствий такого рода аварий дается 4 часа. Нефтяники справились за 3. А Сан-Юсюпов уверен, что помогли им в этом регулярные учения. Основная наша род деятельности – это мы добываем нефть. А во время добычи может всякое произойти. Значит, мы уже и теоретически подготовлены, и практически. То есть уверенно уже чувствуем. Второе – это отработка навыков. Все равно за год забывается. И вот эти тренировки очень полезны. Руки все это чувствуют и сразу вспоминаются. Хоть авария и была условной, нефтяники за свои задачи справились. Но ура. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Где может найти себя начинающий предприниматель? Одна из благодатных сфер бизнеса – это потребительские услуги. Героиня очередного выпуска рубрики «Сработала» уверена в этом. В родном селе она открыла парикмахерскую. Что из этого вышло, смотрите прямо сейчас. Сфера потребительских услуг – это та ниша, в которой себя всегда может найти начинающий предприниматель. Но здесь есть одно «но». Нужно как минимум в совершенстве освоить ту профессию, которой вы решите заниматься. Если вы всю жизнь мечтали быть парикмахером, почему бы и нет? И здесь есть куда развернуться. Здравствуйте, Стрея. Здравствуйте, Павел. Это моя парикмахерская. Проходите. Сария, медсестра по образованию, стала безработной вынуждена. Ей пришлось ухаживать за престарелой мамой. И стать индивидуальным предпринимателем было единственным вариантом заработка. Я увидела передачу по телевизору. Там говорилось, если вы не работаете, то можете встать на учет в центре занятости, написать бизнес-план и получить субсидию. Сария так и сделала. Пройдя курсы по организации, ведению малого бизнеса и написав бизнес-план, она стала индивидуальным предпринимателем. А в ее родном селе появилась первая и единственная парикмахерская. Правда, для этого пришлось серьезно вложиться и построить на собственные средства помещения для работы, прямо рядом с домом, где живет сырья. Деньги субсидий пошли на мебель и все необходимое оборудование. Все оборудование и мебель, которая стоит в парикмахерской, куплены на эти деньги. С искусством парикмахера сырья была знакома давно. В свое время она получила специальное образование и довольно часто делала стрижки друзьям и родственникам. Клиенты, конечно, в первую очередь это были друзья, родственники. Сейчас уже идут и пожилые люди, школьники. И начали как бы молодежь подтягиваться. Сегодня в парикмахерской сырье можно получить полный спектр услуг. От простейшей стрижки до укладки сложной свадебной прически. В парикмахерской, значит, все услуги. Значит, стрижки, прически свадебные, плетение, окраска, химическая завивка, карвинг, модельные стрижки. Также как и детям, так и взрослым. Плюс ко всему сырья делает стрижки на дому. Этой услугой пользуются в основном пожилые жители села. Ведь и цена для пенсионеров более чем демократичная – 100 рублей. Парикмахерская сырье работает всего месяц, но клиентов уже в достатке. Главное, как говорит хозяйка, верить в себя. А купиться такой бизнес по плану должен где-то через 3-4 года. Может и в более сжатые сроки, говорит сырья, если следовать ее жизненному принципу. В первую очередь это вера в себя. То есть человек должен строить какие-то планы, должен идти вперед и никогда не оборачиваться назад. То есть всегда должна быть какая-то целенаправленность. И я думаю, что тогда у человека все получится. Красота спасет мир, говорил классик, но она может также стать и источником постоянного и неплохого дохода. И судя по количеству сырьюлин на улицах малых и больших городов Прикамья, открыть сегодня парикмахерскую решилась довольно внушительная часть граждан. При этом на отсутствие клиентов никто из них не жалуется. Спасибо, сырья. Пожалуйста. Попробуйте. Если такой бизнес вам по душе быть, может именно вы спустя некоторое время с уверенностью скажете – сработало. Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам в наш телефон 23413 или оставляйте на сайте www.rk.ungur.ru. Всего доброго. До свидания. Мост, который строится через реку Иринь – это событие, которое все ждут, надеются. И что много будет для автомобилистов положительных эмоций в том плане, что на самом деле это глобальное строительство, которое радует, думаю, что всех кунгуряков. Мне запомнилась наша небесная ярмарка, проходившая в позатом году, потому что там выступало очень много знаменитостей, которых я раньше не видела. Я здесь родилась. Вся жизнь моя проходит здесь. Здесь мои дети родились. Здесь я встретилась с любимым человеком, которому очень благодарна, что он есть у меня. В общем, самое главное для меня место – это мой город Кунгур. Без него я не мысли вообще жизни. 237-09-02. Хе-хе-хе-хе. М? А? М? Товарищ, ты откуда? Из корпорации «Центр» не узнал? Вот же второй ряд, третий слева. Корпорации «Центр» – главная распродажа лесны. Скидка 38% на все до 31 марта. Из «Центра» есть кто-нибудь? Все оттуда! Мировой хит-продаж «Тойота Королла» со скидкой до 30 тысяч рублей. «Тойота Центр» при Камье. Пермь, шоссе космонавтов 306. Шти, шти, шти. Профессиональный инструмент «Штиль» в магазине «Мировой инструмент». Улица Свободы, 49. Для тех, кто ценит инструмент. Мировой инструмент. Уважаемые пенсионеры, Восточный экспресс-банк предлагает кредиты для вас по специальной цене. Мы рядом. Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Центрастрой». Внимание! Грандиозная распродажа ламината со скидкой до 20%. Прогноз погоды представляет не государственный пенсионный фонд «Стратегия». Фонд с 20-летней историей. Какой бы ни была погода за окном, в наших квартирах всегда тепло и уютно. Квартира в новом доме по улице Свободы, 130. В пятницу, 12 марта, в Кунгуре ожидается пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью – минус 14, днем ожидается до 4 градусов ниже нуля. Атмосферное давление – 748 мм артутного столба. Ветер юго-западный – 4 м в секунду. Все чаще чугунные монстры в наших квартирах заменяются на более опрятных и приятных во всех отношениях биметаллических красавцов. Всем здравствуйте! С вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Давайте поговорим об устройстве и преимуществах биметаллического радиатора. Устройство биметаллических радиаторов просто и ничем не отличается от остальных радиаторов. Это алюминиевый корпус и стальная труба, по которой движется вода. Такая конструкция специально разработана для нашей действительности, в которой есть протяженные тепломагистрали высокого давления. Алюминий в радиаторах за счет своих свойств обеспечивает быстрый прогрев помещения, а сталь предотвращает коррозию. Именно благодаря соединению двух этих металлов возможен большой эксплуатационный срок использования прибора, равный 20 годам. На практике они будут работать и дольше того. Такие радиаторы также чрезвычайно прочны и выдерживают давление около 40-50 атмосфер. В чем преимущество биметаллических радиаторов над алюминиемом? Во-первых, они вобрали в себя самые лучшие свойства алюминиевых, но и дополнили их свойствами стали. Что это означает? Благодаря стали биметаллический радиатор выдерживает значительные нагрузки, предоставляя рабочее давление в 20-30 атмосфер. Также невысокие требования для воды, ведь сталь намного устойчивее алюминия к коррозии. Но алюминий, который покрывает радиатор сверху, обладает большой теплоотдачей и может быть исполнен под любой интерьер. Как результат, гармония в вашем доме поселится всерьез и надолго. Во-вторых, в единой целостной структуре биметаллического радиатора есть четкое разделение на два функционала. Сталь выполняет свои функции, алюминий свои. Они практически не соприкасаются друг с другом. Так же, как и здесь, теплоноситель не соприкасается с алюминием. Ну и в-третьих, биметаллические радиаторы почти идеально созданы для наших условий жизни. Хотя и это не спасает их от отложений шлаков. Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт», надежная компания «Уралстройсервис». Опыт работы 13 лет, предусмотрены сезонные скидки. Продается деревянный дом в 64 квадратных метра, с землей 5 соток, район 37-го магазина. Телефон 3-67-56. Продается летняя резина в хорошем состоянии. 205-65-15. Телефон 8-952-330-75-00. 17 марта в 11.30 на Соборной площади состоится народное гуляние «Масленица». В программе масленичные игры и забавы, веселые соревнования и конкурсы. Угощение блинами, сжигание чучева масленицы. Куплю лодку-казанку. Телефон 8-902-800-86-11. Субтитры создавал DimaTorzok